Добрый вечер, друзья! Собственно, вы находитесь в гостиной хаб. Это гостиной хаб, так ее видят наши гости в социальных сетях. Меня зовут Диана, я сотрудница гостиной хаба. Сегодня я попытаюсь вам рассказать, чем же мы здесь все-таки занимаемся, и убедить вас в том, что мы здесь не бездельничьим, мы здесь не просто ходим, мы не просто варим кофе, и что у нас здесь большая-большая благая цель дарить людям радость и делать так, чтобы вам, нашим гостям, здесь было максимально комфортно и радостно пребывать. В любое время, суток, будь то утро, день или вечер, пришли бы сюда поработать или отдохнуть. Собственно, так я выгляжу почти всегда, но вот сейчас примерно то же самое. Так я встречаю гостей зачастую с какой-нибудь чашкой кофе или чая. Создав наши несуществующие формы, всегда входят гостиной тапки, которые мы рады предложить всем гостям, чтобы с микрофона стало. И для меня очень важны люди, с которыми я работаю. Прежде всего, это Оля, тоже сотрудница гостиной хаб. Она у нас самая главная хозяйка на кухне. Она знает, где чтобы пить максимально дешево, максимально быстро и максимально вкусно. И если у вас есть вопросы, вы всегда их можете задать по приготовлению любого блюда. Это Инга. Инга наша умница в самом положительном понимании этого слова. Если вдруг мы что-то говорим не так или что-то делаем не так, Инга делает «м-м-м» и говорит, как это должно быть правильно. И она для меня важна прежде всего тем, что это тот человек, который рассказал мне о гостиной, вот это лицо рума мне сюда попала. Это Максим, вот Алексей его узнал. И над таким жестом Максим отвечает на любой вопрос о местонахождении какого-либо предмета. Где Майкапель, где Натина Диксита, где фильтры для чая, где вообще что-то. Максим знает, все именно так он показывает. И Максим это тот человек, который был моим гуру. Он меня тоже нравовал, когда я сюда попала, поскольку я здесь работаю меньше всех. И поэтому он для меня очень важен. Далее я покажу вам наших управляющих. Слева и Татьяну Совой, собственно, и ее мужа Сергея. Они наши управляющие. Они знают о гостиной все. И они сидят, чтобы здесь было все в порядке. Жюри от нас, если бы мы сделали что-то не так. Но по большей части, к счастью, хвалят. Они играют в что-либо, где-когда. И они потихонечку населяют гостину разными словами. Выберывая те или иные турбины. Собственно, чем мы занимаемся здесь? Главная наша задача – это люди. Люди во всех их проявлениях. Они нам интересны как гости, как работники потенциальные. Как люди, которые могли бы провести у нас мероприятия. На самом деле, мы обожаем, когда людей много. Мы думаем, что, блин, лучше никто не приходил. Нам туда хорошо в одиночку. Мы очень рады. Мы с радостью всех встречаем. И хотим, чтобы здесь всем было хорошо. И люди хотели приходить. Даже вот в такую погоду вы все пришли. И для нас действительно огромное счастье. Те люди, которых мы видим здесь чаще, чем остальных, они мы называем гостинцами. Мы их просим запомнить небольшую ракетку с такими заковыристыми вопросами. Просим выбрать фотографию. И мы подключаем их на нашу стену. Вдоль за вашими спинами. Вы можете тоже в нем посмотреть. Таким образом, и мы сами знакомимся ближе с нашими гостями. И другие гости могут прийти, посмотреть, почитать и получить новые знакомства. У нас есть очень постоянные гости, которые бывают у нас практически каждый день. И мы очень любим изучать их привычки. Вот, к примеру, Вин. Он из Бельгии. Он бывает здесь каждый день. И он всегда пьет зеленый чай без сахара. Всегда. Еще ни разу не пьет, потому что он пил что-то другое. Женя приходит к нам. Женя с правой вверху ходит за шоколадкой Миккорона. Исключительно успел. У нас учитель Александр Славский. Он ест кашу, единственное, здесь шоколадную. А Танечка, она ходит и делает все самостоятельно. И говорит, не, не надо. Не надо мы с вами посмотрим. Не надо. Здесь вы видите Жозефину. Это наш постоянный клиент-ребенок. Мы ее тоже очень любим. Вообще мы любим, когда к нам приходят с детьми. И мы счастливы, когда родители заняты какими-то бизнес-встречами или тренингами, а мы имеем возможность повозиться с ними, пообщаться, потому что им всегда любопытно. Они рассматривают все игрушки в наших полках, из-за их бесчисленное множество вопросов, на которые мы рады ответить. Сергей тоже наш постоянный клиент. И он показывает, прекрасно иллюстрирует то, как у нас можно комфортно работать. Благо, не нужно обязательно сидеть за офисным столом, в офисном кресле, можно расположиться на кушетке или куровой оси, взять ноутбук и отлично проводить переговоры. Если в течение рабочего дня у вас появился такой голод по каким-то культурным мероприятиям, вы вполне можете заглянуть к нам на концерт. Так вот здесь прекрасно иллюстрируются листы проекта «Оси Асу». Концерты у нас проводятся раз в месяц, время от времени, и на этой же сцене поднимается этот прекрасный экран, и мы слушаем музыку. Также мы здесь любим смотреть кино. Кино Ночи у нас проходит каждую пятницу, мы эгоистично выбираем кино, которое бы нравилось нам, ну и рассчитываем, что оно бы понравится всем нашим гостям, и с радостью встречаем в 8 вечера наших гостей, которых провождаем глубоко за полночь, с восторженными, может быть, отзывами или критикой кино, и всегда завязываются очень интересные беседы, поэтому мы любим смотреть кино вместе. Мы также любим поиграть, вот, к примеру, это костюмированная мафия, которая тоже у нас случается, но мафия у нас не простая, мафия у нас по-английски. Почему? Потому что в гостиной живет такой формат, который называется «Эдютеймент», то есть это сочетание «Эдюкейшн» образования и «Эдертеймент» развлечения, таким образом мы одновременно и играем, и просвещаемся. Естественно, мы не можем позволить нашим гостям остаться голодными, поэтому мы с радостью кормим всякими вкусностями, которые они на нашей кухне открыты, могут абсолютно свободно приготовить самостоятельно, или же попросить нас приготовить, и мы всегда очень рады, и рады делать что-то вместе, будь то сэндвичи, или, как здесь, шоколадные конфеты, или что-нибудь еще. Естественно, у нас есть рабочий процесс, у нас бесконечно происходят какие-то собрания, мозговые штормы, в процессе которых какие-то стягиваются дискуссии, но мы придумываем новые проекты, придумываем, как бы улучшить наше пространство, какие полки повесить на стену, какими сэндвичами новыми накормить наших гостей, завешиваются какими-то стикерами, какими-то бумажками, и мы вот можем сидеть потом все, мозговать, игрум, постановка, на самом деле это круто. У нас бывают праздники, естественно, как и везде, эти праздники мы рады разделить с кем-то, к примеру, у нас был Новый год, Максим был милом, Инга носила такие волшебные олени-рожки, мы праздновали Новый год все вместе, зажигали бенгальские огни, кидались серпантинами, и это тоже очень важная часть нашей жизни здесь. Вот тут вы не поняли, почему, да, наверняка, это ведь моя версия, я вам расскажу. Помимо жизни гостиной, у нас есть жизнь вне гостиной, и у нас, к примеру, есть, мы иногда играем в корпоративный теннис, и вот однажды после корпоративного тенниса наша волшебница Оля завела нас на волшебную крышу, и когда мы ее увидели, увидели этот вид, мы ее сразу прозвали корпоративной и срочно стали придумывать, что же там провести на этой крыше. Собственно, это фотография с Букросинной, о которой вам рассказывала Лариса. Очень многие считают, что мы, работники гостиной, прочитали все книги, все журналы, которые есть в гостиной. Это абсолютно неправда. За полгода работы здесь Максим прочитал ровно 20 страниц, я за два месяца прочитала ровно 5. Это абсолютно честно, потому что здесь всегда есть с чем заниматься, есть с кем пообщаться, и книги это скорее прерогатива наших гостей. Хотя мы стараемся, то что почитаем, ну как-то, вот, совсем тяжковато с этим. Это наш последний слайд. У нас много-много вырезанных букв, вот видите, отсюда мы их вырезаем, и вообще разные-разные. Они у нас стоят в большом вазе на столе, и любой желающий может с ними проиграться, собрать какие-то слова. Вот на сегодня мои слова такие, все будет, и мы верим, что мы приносим в жизнь наших гостей немножко радости и делаем их жизнь чуточку лучше. Спасибо!